Голосование за бюджет, это, знаете, завжди как день сурка. Николай не знаешь, что напередодней ночи голосования, там еще появятся, какие забаганки коллег-непутатей будут врахованы. Почему на ваше питание, когда вы подняли вопрос, если будет самопомощь поддерживать этот бюджет, или не будет, я не подняла руку, что будет, потому что мы не можем сейчас сказать, что именно появится в этом бюджете. И что саме появится в податковом кодексе, мы сейчас не можем сказать. Потому что бюджет на этом тижне принять просто неможливо. Перед тем, как его принимать, нужно принять ряд законопроектов, которые бюджету утворюют, так называемый пакет счастья, которыми або зупиняются певные финансирования, певные пильги, как вы уже сказали, про стипендии, або про так называемый податок на пенсии працюющих пенсионеров. Смены в податковый кодекс, которыми подвищаются акцизы на алкоголь, на тютюн, на паливно-мастильные материалы, подвищаются и другие ставки. В частности, тут уже говорилось про единый податок. Прямо, действительно, уряд не подвищает единый податок для спрощенцов. Но, если посмотреть на эту инициативу, которую подстоит пан Каплин и правоспилки про подвищение минимальной заработной платы до 3200, она абсолютно правильная. Лише одно вопрос. Почему это должен финансировать малый бизнес? Другая группа спрощенцов, которая сейчас платит единый податок 20% от минимальной заработной платы, и, соответственно, через увеличение минимальной заработной платы ее единый податок увеличится вдвече, и так же увеличится ЕСВ, потому что сейчас эти спрощенцы платят 22% от минимальной заработной платы 1878 гривен. Ну а кто тогда может за это заплатить? Великий бизнес. Знаете, когда я слышу от коллег-депутатов пропозиции, например, снизить ренту на нафту, когда у нас фактически есть один монополист, который выдобывает нафту, и мы все знаем, как он называется, и мы увеличиваем податковое навантажение на маленький бизнес, но я, например, не согласна, а я не знаю, чьи эта пропозиция будет врахована. Поэтому сначала мы должны посмотреть, какие бюджеты, утверждающие законы, будут принять с этого неделя. И тут очень важно вспомнить про спецконфискацию, потому что уряд выполнил очень хитро. Он раскидал деньги от спецконфискации по разных секторах экономики и по разных министерствах. То есть дело с заложниками этих эфемерных пока еще денег, всех практически? Частина, например, на деньги от спецконфискации, там близко 1,5 млрд грн, закладена на МИНА ПК и, соответственно, на прямую поддержку сельгосп, товаровиробникам и фермерам. То есть, чьи будут эти деньги проголосованы? То есть, уже сельское господарство частково является заручником голосования за этот законопроект. Частина на оборону, частина на еще что-то. Поэтому сказать сейчас, чьи будет самопомощь поддерживать бюджет, мы не знаем. Мы высунули ряд вимог. И это вимоги, по-перше, не зазихать на бюджетную децентрализацию, не перекладать финансирование коммунальных послуг на лекарни и на медицинские заклады на местах. Это, в том числе, вимога не подвищивать единый податок на спрощенцев другой группы и ЕСВ на всех спрощенцев. Это вимога скасовать податок на пенсии. И это еще и ряд других вимог. Если они будут врахованы, то тогда возможно вы подумаете. Если у уряду нужны голоси самопомощи, хай тогда враховывают наши пропозиции.